На протяжении многих лет любое политическое событие в Кыргызстане сопровождалось митингами, плавно переходящими в беспорядки. В результате страну регулярно лихорадило. Фальсификация итогов, подкуп голосов, карусели – и это далеко не полный список проблем. Стало быть, реакция народа каждый раз была оправдана. Учитывая важность своевременной подготовки к предстоящему политическому событию, проведению открытых, прозрачных и честных выборов, и был образован республиканский штаб, председателем которого стал секретарь Совета Безопасности Марат Амакулов. По его словам, главная задача штаба – вернуть доверие граждан к выборному процессу. Создадим все необходимые условия для того, чтобы избирательные комиссии работали на месте, обеспечим всем необходимым. Никаких у них проблем не должно быть. Я еще раз повторяю, процесс должен быть открытым, чистым, прозрачным, и мы должны обеспечить порядок в стране, мы должны обеспечить общественную безопасность, и никакие силы не могли помешать нашим гражданам прийти на выборы и проголосовать, или участвовать в выборном процессе. Всем одинаковые услуги будем создавать. Эти, кто партии будут участвовать по партийным спискам, и тем гражданам, которые будут по мандатам, всем создадим одинаковые. Никаких административных решений не должно быть. Мы любые эти факты будем пресекать на корню. Предстоящие выборы в парламент пройдут по совершенно новой для страны системе. И на этом фоне ответственность республиканского штаба удваивается, считают эксперты. Сейчас, мне кажется, ситуация, она еще может быть более, ну скажем так, поводов для конфликтов может быть больше, потому что мы же стали теперь еще и одномандатные округа появились. С одной стороны, это хорошо, избиратель знает своего депутата. Но, с другой стороны, кандидаты в одномандатных округах, они тоже могут использовать, ну скажем, неправомерные технологии для того, чтобы одержать победу, после чего проигравшие смогут оспаривать. Отметим, в деятельность ЦИК новый штаб вмешиваться не будет. Его целью является содействие по созданию условий работы избирательных комиссий. Обеспечение порядка, общественной безопасности во время подготовки к проведению выборов, и во время выборов, исключение подкупа людей. Вот особое, я хочу отметить, мы в этом году будем жестко пресекать любые подкупы. Мы всем правоохранительным органам дадим задание, чтобы они в этом плане работали. Потому что вот этот процесс, подкуп, она уже полностью дискредитирует выборные процессы. Согласно Конституции, ЦИК будет координировать работу государственных и муниципальных органов перед выборами, и во время процесса мы должны будем требовать от органов местного самоуправления безупречной работы, дабы выборы прошли прозрачно. Стало быть, республиканские штабы и ЦИК будут не просто работать параллельно, но и взаимодополнять друг друга. По словам Игоря Шестакова, подключение к выборному процессу именно Совета Безопасности является своевременным. Там же еще будет и политическая борьба, да, кто-то может кого-то не обвинить в ложном плане, да, то есть никто никаких подкупов не делал, но объят. Поэтому, естественно, нужны будут оперативные расследования вот тех обращений о нарушениях, которые будут поступать. Отметим, в штаб также вошли главы ряда министерств и ведомств, руководители структурных подразделений, администрации президента и полномочные представители главы государства в областях.